Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соперутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, который по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, готованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Вот описание страшного суда, который дается в этой главе, 25 глава Евангелия от Матфея, поражает тем, что на суде будет выясняться только один вопрос. Не будет никакого экзамена по сравнительному богословию, по догматическому богословию. А будет выясняться один вопрос, был ли человек милосердным? Почему это важно выяснить на последнем суде? Потому что суд без милости, как сказано, не оказавшему милости. То есть мера того, как мы относимся к другим, это и будет мера того, как Бог отнесется к нам в день суда. Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице, и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Вот что здесь делает Христос? Он делает то, чего не сделал ни один из основателей той или иной мировой религии. Он ставит знак равенства между собою и любым другим человеком, живущим на земле. Вот в этом универсальность христианства. Служа любому человеку, мы служим самому Христу. Помогая любому человеку, независимо от его национальности, от его религии, социального положения, возраста, пола, мы служим самому Христу. Ибо Христос поставил знак равенства между собою и любым другим человеком. «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не отели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе». Здесь опять Христос ставит знак равенства между собой и любым другим человеком. Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сие в муку вечную, а праведники – жизнь вечную». То есть Христос нашего времени это любой человек, с которым мы общаемся. Во-первых, любой человек создан по образу Божию. Так сказано в Писании, «Создал Господь Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину». Образ по-гречески «икона». «Иконос». Поэтому любой человек – это самая достоверная икона Бога. Но иконы, конечно, нуждаются в реставрации, в очистке пространства, иконы и так далее. Так вот, Христос наших дней – это и бомж, который встретился на нашем пути, и беспризорный ребенок, бредущий по дороге, это и соседка-инвалид, которая устала от одиночества, это и твой родственник, который живет где-то далеко от твоего города, но который нуждается в общении с тобой. Христос наших дней – это любой страждущий, обремененный, который нуждается в нашей помощи, в нашем участии, в нашей поддержке. В этом сила, универсальность христианства, служа любому человеку, другому человеку, малому по отношению к нам человеку, мы служим самому Христу. И только этот вопрос будет рассматриваться на страшном суде, ибо суд без милости не оказавшему милости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok